еще никто не видел ни одного брэдли ни одного леопарда памперсы уже устали менять где надо судить военных преступников в киеве москве в гаги на лобном месте это как метафора нет в москве на лоб на гроз у вас есть друг зовут его ростислав хаид он один из основателей квартета он одессит он молчит и не высказался против войны до тех пор пока он не зиганула мой друг да у нас не поставили хороших печей мы не можем сжигать столько сколько мы можем но до этого момента но путин не произносит эти речи а ну и что я вам просто перескать мы должны просто очистить землю от евреев сейчас чтобы всем жилось хорошо по сути то что было сказано в буче о бородянке и ирпене получается вы верите в российский тару в народ абсолютно да а это это государство враг российского народа номер один мой гость предприниматель и общественный деятель евгений чичваркин евгений здравствуй здравствуйте в каком случае вы лично взяли бы в руки оружие и защищали бы родину вы же остаетесь российским гражданином да если вы в дом ворвались я не вижу поражение страны в этой войне поражение страны она от путина выигрыш страны это это свержение путина даже если пойдут какие-то перетряхи по какие-то там серьезные межнациональные конфликты внутри россии это скорее путь к выздоровлению потому что сейчас идет путь гибели для меня избавиться от путина это спасти россию может я вопрос скорректирую если бы на россию ну трудно представить но кто-то напал бы ну допустим тот же китай вы бы взяли в руки оружие защищать страну я старая толстая мишень я вообще в руки оружие не возьму если это не мой личный дом и я ну реально я не не готов не не готов воевать потому что я не умею не люблю вероятно я бы также пригодился в каком-нибудь снабжение но и в общественной деятельности и прочее но это очень не мое какое поражение россии выглядел в ваших глазах приемлемым как в каком формате один из руководителей украины не так давно сказал что крыма мы будем добиваться дипломатическим путем наверное это фраза разумного государственного мужа потому что в крыму будет рекордное количество рекордный процент населения который не хочет украины там будет наверное 30 35 процентов людей будет агрессивно против но если они к этому момент не эвакуируют всю наземную часть без без крыма безусловно вот как положено по карте должны забрать а если будут силы и достаточно брэдли хаймерсов и прочего то ровно по той самой карте на которая была на раннюю весну 14 года победа в войне украины над россией может привести к смене власти или это не гарант еще не факт это не гарант но удар по трону будет такой которого никогда по путинскому трону которую он никогда еще не выдерживал выдержит или нет непонятно после революции 905 шестого года трон устоял хотя какие-то территории были несколько месяцев не подконтрольной москве в россии мозгород суд приговорил оппозиционного политика владимира карамарзу к 25 годам лишения свободы на ваш взгляд вот этот жесткий чудовищный срок это напугать всех тех кто против власти потенциальных оппозиционеров или это в то же время и устрашение для ближайшего окружения о чем думает ближайшее окружение мы недавно послушали прослушки записи между иосифом пригожиным и фархадом ахмедовым предпринимателем это одна историческая страничка до снятия моратория на расстрел потому что в этом году или в следующем я думаю что начнут расстреливать таких людей дело в том что карамурза один из там пяти шести семи человек который мог выступить в парламенте сша великобритании или другой стороны который может отправить танки и для них его нивелировать было крайне важно дважды пытались отравить новичком и один раз очень сильно испортили здоровье второй раз ходил с палочкой полтора года вот у него не очень сильное здоровье и по сути это можно сказать это срок согласно его политическому весу так да это да ппж как сейчас мрачно шутит пока путин жив он будет сидеть к сожалению а когда он гулял по москве видел наружку весь наш комитет все до единого ему крутили виска если уезжай немедленно я не понимаю что не так с этими людьми как алексей навальный михаил саакашвили он это недоступная абсолютно мне видимо червю пассионарность не мне непонятно я так понимаю что до сих пор очень сильно переживаете по поводу судьбы алексея навального которого по поводу них всех я переживаю но они все выйдут если будут живы только после физической смерти путина а как вы думаете вариант возможно ли вариант обмена навального на кого-то и на кого ведут ли такие разговоры люди из его окружения находки чтобы спасти этого человека но это должен быть боевой отряд который захватит кого-то боевой отряд есть в украине но если они захватят кого-то то они скорее всего поменяют на кого-то из украинцев я почему задают вопрос в истории советской союза был обмен луиса карвалана на буковского были обмены шпионов на да и но и совсем недавно были да да но я думаю что когда взяли этого журналиста у путина уже есть на кого его обменять не знаю это должна быть воля со стороны западных спецслужб кого-то взять в заложники упырей то полно в воли мало вы бываете в киеве и общаетесь с людьми каков градус ненависти там к русским к россиянам и разделяют ли там людей на тех кто против и кто за войну очень это все понятно зависит от и изначального там уровня образования человека и очень у многих у семьи и часть семей живет в россии многих это так все теперь перемешанное переплетено и очень зависит от того если есть близкие или друзья одноклассники кто погиб на фронте либо гражданские которые погибли от этого очень много зависит но лично к вам лично к нам не ни разу никто не пояснил за русский язык не во львове не на блокпосту под луцком где обшманали всю машину капитальнейшим образом не на заправке в ривне не в кафе где ни один человек не говорил на русском языке ни разу где ехали огромное количество людей на обучение то есть мы попали зашел в кафе там несколько просто автобусов приехала с военными вот ну там пару человек меня узнали но пока не узнали и я не ну я все равно заказывал на русском языке кроме здравствуйте спасибо и то что понятно написано и понятно как произнести я общаюсь на русском языке мне не раз никто за русский язык не пояснил новый человек публичный до войны мне взяли в киев выступали с лекциями и все это знают ну на западной украине где там не не так часто слушают русских youtube вещателей понятно что очень сложно будет выстраивать отношения с украинцами россиянам дай бог чтобы этого я быстрее закончилась российской власти зависит у вас есть рецепт как перешагнуть эту трагедию ту боль которую принесли на украинскую землю россияне по сути три шага 4 перечислить публичные большие репарации вот каждый транш его нужно оповещать он должен общественно быть обсуждаем как за что почему наказание военных преступников обязательно не вправе наказывать рабов которых нагнали туда согнали но тех кто отрезал головы те кто устроил бойню в бучу те кто и всех кто отдавали эти приказы с какого-то уровня безусловно должны считаться военными преступниками руководства россии никто из них вообще не должен избежать этой участи секундочку а дальше наверное очень несколько крайне мудрых крайне мудрых либертарианских действий например уравнивание людей с украинским паспортом по бизнесу с российским открытие границ а дальше бизнес делает свое дело я говорю очень цинично и очень забегая вперед ну вот я бы сделал так где надо судить военных преступников в киеве на лобном месте это как метафора нет в москве на лобном месте никакой метафоры напротив белого кремля с красивым рвом вместо мавзолея и могилы сталина потому что эти все ребята должны уехать на новодевичьев под в рядочек с остальными военными преступниками вот на фоне красивого рва на фоне который там был всегда вот на фоне ну по сути пляжа вот их собрать лишить гражданство лишить прав кого-то кто был в пропагандистом мягким и ничего не призывал но поддержал просто лишить лишить прав кого-то многих отправить дорогу строить из якутска в магадан две с лишним тысячи а дороги нет одно только направление с трехразовым питанием с аптекой с письмами домой и даже каким-то звонком в условиях таких хороших но вот они все должны там быть и вместе со всеми остальными участниками этого военного преступления их путь должен закончиться вот там туда возить экскурсии чтобы их показывать про лобное место более-менее понял а ров зачем ров а потому что он там всегда был ну то есть это просто вас привлекает картинка это мне в доме вы привлекает картинка того самого кремля он должен быть белый без звезд белый как он и был чтобы она была белокаменная вот а вместо вот этих могил красных упырей должны плавать белые лебеди синезобые уточки так как она была когда-то очень давно когда ров привели от неглинки москва реки наверняка там еще что-нибудь интересное найдется под землей какая братина или золотые монеты или куча костей каких-нибудь но про фамилии мы тогда не будем говорить они понятны они известны они каждый день выступают или в ютюбе или по телевидению скажите а а так по видеосвязи будут с адвокатами выступать прося четырехразовое питание вместо трехразового и говорят что у меня нога болит мне мазь не дают не тут не ту мазь дают просите на лобном месте должны стоять эти военные преступники слушать да это все что будут говорить свидетели до жертвы нет это должно быть в суде нет там только приговор чтобы это чтобы весь мир увидел что новая новая власть принимает полностью западные ценности и сделает все чтобы это никогда больше в жизни не повторилось забегая вперед как вы уже сказали все забежали вперед а немножко это цинично как вы сказали деньги компенсации как-то на ваш взгляд сгладят ситуацию или получится как чечней деньги на восстановление республики чеченцы берут но никто не забыл про военные преступления и гибель мирного населения чеченцы этого не прощает дело в том что по международным признан границам чечня это часть территории россии поэтому очень многие люди не чувствуют что цели в войне ичкерии против россии были достигнуты а здесь вся территория которая россия временно оккупировать должна вернуться украине и единственное о чем должны позаботиться новые российские власти чтобы репарации не ну чтобы это было относительно приемлемые для изнасилованного путиным и российского бюджета евгений вы бы хотели бы лично имея свою проленческий предпринимательский опыт участвовать в так называемом плане маршала 2 по восстановлению украины в украине есть чудовищная советская болезнь это украинская коррупция все пронизывающие уничтожающие парализующие если это власть или следующая власть сделает кардинальные шаги по борьбе с ней тогда этот вопрос может звучать это страшная трагедия страшная война она поменяла как-то культурный код украинцев как вы думаете коррупции будет меньше или это вряд ли можно изменить пока к огромному сожалению мы я не вижу что коррупции стало меньше во всяком случае когда ты выезжаешь на краковая цели мадыку ты видишь 25 километров пустого подвижного состава и ты понимаешь что увеличенный до нельзя цикл поставки это чудовищный удар просто по экономике по курсу гривны и все все правительство это знает там какой кто валит на поляков что они медленно пропускают и осматривают долго но польша одна из самых дружественных стран украины наверное за год как то можно было бы решить этот вопрос если бы хотелось бы решать все-таки объясните в чем выражается коррупция то что а потому что за не деньги можешь прыгнуть вперед очередь в любой очереди в любой очереди то есть получается ментально очень очень сильно зарегулированная перевод денег вообще какой-либо транзакции денег но опять-таки куча компаний частных лиц которые это делают очень зарегулировано там строительство и возможности разрешения но если ты выстилаешь деньгами получаешь кучу справок ты можешь строить обычные здания прямо посреди киева этому или следующему руководству это придется решать потому что без этого вестернизация а именно тоже за что люди выходили на два майдана и голосовали за зеленского это чтобы быть частью западного общества прозападных ценностей с этим уровнем коррупции это не невозможно ну то есть это движение будет боковое и не очень и не очень вверх потому что коррупция это между чем-то между раком и параличом для для любой страны если бы не российская коррупция киев бы взяли за три дня они просто все они не думают что им придется воевать они просто все украли все все что могли все все утащили вот но я условно так мрачно говорю из-за чудовищной абсолютно коррупции в россии какая бы власть не была сконцентрирована в руках путина он не может все всего добиться чего он хочет и с учетом жесточайшей репрессионной машины отсутствие свободы слова отсутствие политического процесса он ничего зачастую не может просто сделать потому что везде где касается государственных денег все тонет в в маленьких частных интересах вот и этой болезнью заражены абсолютно все республики бывшего советского союза меньшей степени страны балтии грузия которая во время саакашвили провела просто чудовищную анти коррупционную просто умопомрачительную акцию стала врагом россии потому что именно управлением мягкое управление путиным всех всеми вокруг она ведется через через коррупцию то есть я думаю что одна из больших причин когда зеленский начал этих путинских людей потихоньку выдирать из системы вы говорите сейчас много о коррупции у вас есть предпринимательский опыт да и вы сами из себя выдавили вот эту коррупционную ментальность или и у вас не было она у меня была и выдавить ее абсолютно совершенно невозможная мне очень комфортно жить в западном обществе мне в абсолютно нормально получать сложные лицензии и перестраивать дома прям в центре мэйфэр используя юристов не взятки мне абсолютно в этом комфортно вот но естественно попадая в родную среду не так много нужно ковырять чтоб открыли старые раны поэтому никаких в странах не в зеленый не в зеленом индексе коррупции наверное у меня в жизни больше не будет то есть если грубо стоит вас справа я могу и так и так вот мир мне комфортнее спать спокойно а если послушать из российских пропагандистов многие из них говорят что украинцы и русские это один народ украинцы многие приходят в бешенство но получается что касается коррупции ментально это близко или лет на 800 опоздали вот с этим заявлением может быть на 700 действительно когда шли на север рюрикович и безусловно люди жившие в селе тучкова и будущей москве и люди жившие в киеве это был один народ но потом разделила орда и разделила менталитет и устройство капитально кардинально потом из-за отсутствия торговых больших связей и разделился язык и культурой много чего вот и лет 700 уже как это точно три разные этносы если считать белорусов русских и украинцев и разница целом налицо общий знаменатель это все равно коррупция а коррупция ну она и в эритреи такая же коррупция это не значит что мы братский народ с эритреи у вас есть друг зовут его ростислав хаид он один из основателей квартета и он одессит и вы с ним много общались и он сегодня молчит и не высказался против войны открыто вас это расстроило ну до тех пор как пока он не зиганул он мой друг он не зиганул он не зиганул а то что он молчит вы с пониманием относитесь или внутри осуждаете это большой вопрос мы много об этом говорим в какой-то момент не хочется ассоциировать путина со словом время до в какой-то момент время поставить перед всеми ними их много людей таких этот этот вопрос от сердца к солнцу или руки за голову в тазак а много людей в ком в кого вы верили они вас разочаровали я вообще не верю в людей давно сложно разочаровать это же просто сложно жить когда ты не совсем не доверяйте там у тебя были детские там условные кумиры и музыканты которые в алкоголической старости начали зиговать это все достаточно мерзко но господи старость беспомощная неопрятно как говорит моя подруга ника вот это прекрасный пример какая каковым не нужно быть как писал сартер главное для отца это умереть вовремя вот это такое напоминание что самурай живет пока может скакать но почему я вас об этом спрашиваю вы когда еще жили в россии вы много вращались в кругах шоу звезд и старался не встречались и с филиппом киркоровым и разными другими персонажами ну если не дружили то общались кто-то из них расстроилась или вы понимали что есть час икс каждый проявит себя так как он проявит но видя ну то есть российского артиста наверное многих других отличает какая-то застилающая глаза с или патологическая жадность я помню конфликт с певцовым который потребовал содрать его фотографию с дворца связи потому что ему дали недостаточную скидку на второй телефон он хотел все всегда получать за полцена певцов актер вы имеете да вот убери его к черту из матери пусть он больше никогда не приходит вот если у человека это за он зарабатывает огромные деньги если у него из-за там сотни сотни баксов просто падает планка нищим от графа и пусть идет конем их герои лучше их зачастую мы имеете ввиду их герои которых и они играют в кино гораздо лучше чем они сами да их герои лучше их точно в общем давайте посмотрим все равно все идет к тоталитаризму дети уже не могут не зиговать не ходить не петь гимна России не вставать не ходить с троем безусловно все должны будут встать с троем зиговать петь гимна России и быть включенным у экрана во время пяти минуток гнева а кто отсутствовал у того должна быть справка почему он не был на пяти минутке гнева это дно не последнее оно не за горами давайте дождемся и не будем делать поспешных выводов я очень рад там за Галкина и Пугачеву наших соседей правда мы их никогда не видели но рады были бы видеть у нас и познакомиться вот всегда всегда думал что они приличные люди Чача Иванов несмотря на то что его музыка за исключением нескольких песен ну не мой вид панк-рока будем предельно честны но я всегда видел что он прям порядочный парень он как-то еще по-моему на нашествии что-то зарядил про Путина что его чуть не не консельнули еще тогда но его карьера в России безусловно закончена знал было понятно с Оксимироном все предельно было понятно по всем текстам он больше сказал чем кто бы то ни было ну классно вот оно разделилось то есть я почему спросил про Ростислава Хаита просто в инстаграме вы много публиковали вот ваши посиделки выезды на яхтах в Черном море ну и так далее и вы с ним общались после этого или общение было прервано как началась война нет не было прервано ну сократилось безусловно мы больше не катаемся на яхтах в Черном море в Одессе потому что там можно нарваться на мину и до какого-то момента был выезд закрыт но может быть этим летом мы доедем до Одессы ну я во всяком случае не вижу сложностей для себя и пригласите там семья живет я не знаю какие у них планы но вы не зачеркнули для себя этого человека я не зачеркнул для себя этого человека я не зачеркнул для себя этого человека скажите вас расстроило то что вот еврокомиссия приняла решение что эти 300 с чем-то миллиардов долларов которые заморожены они не достанутся Украине эти деньги не пойдут на восстановление страны или вы прекрасно понимаете что частные банки или банки вообще которые держат эти деньги они правильно делают что нет законов и денег они никому не отдадут я вообще еврокомиссия не является чем-то что я вообще уважаю вот я терпеть не могу бюрократов во всех проявлениях ну может быть через много лет когда у них будет вот именно та самая бумажка потому что больше всего на свете они боятся ответственности вот и они переведут ну что они они вообще ничего не умеют кроме высказывания озабоченности у вас расстроила эта ситуация я вообще от них ничего хорошего не ждал не ждете не ждал и не жду я со многими украинцами говорю что то что не подписал Янукович тогда ассоциация с Европой я бы тоже не подписывал бы сейчас дело другое сейчас война риски иные наверное какой то нужно будет подписывать документ но на тот момент это было очень некрасиво по отношению к украинскому бизнесу то что они предлагали как Россия если она признает свое вино и проиграет эту войну другая Россия новая как она должна выплачивать компенсации вот вы себе представляете как это может быть формула от нефти газа это всего в какой то год жирный будет больше в какой то меньше какая то формула над какой то цифрой оно должно идти в специальный фонд и представители из стран с очень низким уровнем коррупции с прослушивающими устройствами и камерами на лбу 24 на 7 должны будут заниматься публичным расследованием обсуждением как и куда пошло все до единой копейки и каждый украинец через ДИЮ должен будет видеть все что до последней гривны ушло по какому тендеру куда где оно построено с фото и видеоотчетом нет ли у вас опасения что есть некоторая усталость у коллективного запада и если не будет успешного контрнаступления или каких-то ярких побед то помощь убавится военная в том числе если не будет серьезного контрнаступления через какое то время помощь наверное убавится усталость ну судя по тому что они с радостью включили в свои бюджеты а государство очень любит когда оно нужно когда есть оправдание своей нужности и когда не нужно снижать налоги а нужно их повышать потому что у нас война и нам нужно на переоснащение нашей армии нужны гораздо больше ассигнования и поэтому это святое дело и поэтому нужно включить больше налогов дать нам больше полномочий а нам нужно старые танки отдать а новые заказать и это просто для западного военного это карьерный рывок скачок а иногда и просто какая-то ассоциированная компания может что-то сделать поэтому там есть огромное количество людей для кого война это просто социальный лифт у общества усталость от новостей от жутких кровавых может быть государство как таковое оно ищет любой повод запустить свои руки в жизнь людей ограбить их достать очень много решать все за них вот и война это прекрасный повод он как бы такой святой мы же занимаемся вашей безопасностью поэтому скидывайтесь еще потому что нам нужны новые системы ПВО а старые мы отдадим в Украину поэтому при всем вот этом цинизме в Украине есть огромные силы которые которые война это выгодно вы много лет живете в Англии как вам поведение британцев есть ли вы ощущения отлично 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 то есть это союзник номер один украины сегодня ну один из наверное номер один все-таки Польша потому что они во-первых ближе и точно могут пострадать от России вот наверное Польша номер один но Британия из таких устоявшихся кап стран с мощной армией наверное ну там была на выборах некая мангаут может быть я неправильно произнес фамилию девушка была такая очень агрессивная если бы ее выбрали премьер-министр мне кажется они бы уже вступили просто в войну войсками а надо? надо было в четырнадцатом еще вступить в войну да конечно прямо в четырнадцатом нужно было чтобы зашло контингент из семнадцати стран все бы поставили бы на место в несколько недель вы часто критикуете санкционную политику Запада где они совершили могу и сейчас где они совершили чудовищные ошибки а где еще можно что-то исправить что-то сделать хорошее людей которые не хотят быть с Путиным которые себя чувствуют комфортно на Западе у которых есть мозги деньги из-за гранпаспорта Запад загоняет назад к Путину любому русскому если у него там нет виды на жительство в Европе или еще там европейского паспорта мы больше не пустим в Польшу и страны Балтии мы скорее всего не откроем счет не дадим шенгенскую визу идите назад свергайте Путина все огромные предприятия которые являются основой путинского финансового могущества Роснефть Газпром Норникель Русал Еврохим и прочее частные или государственные или крупные частные считайте это большой плательщик налогов они не под санкцием у них все работает счета работают они поставляют они получают деньги ну это разве не мудежь но все-таки есть 10 пакетов и падающий рубль как сказал экономист Сергей Гуриев он привел к тому что рубль ослабливает и санкции западные работают и бюджет недосчитывает триллионов рублей но он чуть не чуть ослабел и да истерические москвичи тут же выстроились в очереди потому что они всегда голосуют за Джорджа Вашингтона сколько я себя помню как это позволяет выиграть войну то что они против уменьшившиеся валютные выручки они из-за просто рыночной цены газа напечатают чуть больше рублей этим контрактникам сколько обещали в рублях столько и заплатят этих не в долларах обещали им столько и заплатят бабушкам учителям сколько обещали в рублях столько и заплатят просто ну чуть сократилось а вот По поводу нефти договорились с саудитами, они сократили добычу. Но это не Запад договорился, это Россия договорилась с ОПЕКом. Да, в 79-м году Запад договорился с ними, чтобы они по максимуму залили рынок нефтью. А сейчас договорился Путин, а не Байден де-факто. Если коллективно Запад условно какой-нибудь Урсула или какой-нибудь другой чиновник скажет, Евгений, ну дайте нам совет, как... Ослабить Россию. Ваши пункты? Эмбарго на нефть. Полностью? Да, ну пусть шибанет цена, ну шибанет, потом выстроится назад. После того, как она шибанет под небеса, все эти страны ОПЕК с удовольствием распечатают все, будут добывать сколько смогут. Есть 400 танкеров плавают, тайный флот России, ну арестуйте его. А перекройте газопровод Уренгой, Помар и Ужгород. Просто перекройте его. Пусть никакого газа больше по нему никуда не идет, и деньги за него никуда больше не идут. Да, ну будет шоковая терапия, ну и что? Ничего страшного. Ничего страшного. У них не будет на что воевать. Но экономист-линоземцы, вы говорите, денег хватит еще года на полтора. На полтора года, если не принимать никаких действий. Если принимать каких действий, то внутри будут проблемы. Росгвардию будут кормить в первую очередь, а не все остальное, чтобы себя охранять. То есть, пока деньги хватает на Росгвардию, достаточно, вот и там на внутренние вот эти вот все штуки. Чтобы закрыть этот кейс, 5 февраля вступила в силу эмбарго на нефтепродукты в том числе. Это же есть та опция, которая сокращает доходы? Ну, они здесь берут балтийскую какую-то нефть, покупают, да, немножко. Миксуют со своей, называется Балтик Микс, продают ее. Танкер принадлежит Греции. Флаг у него страны, которую наспор не найдешь на карте. И поехали. Вы подписали письмо в поддержку бизнесменов из группы «Альфа». И всем известна история с Германом Ханом, одним из основателей этой группы. Он вернулся в Россию, появился на проеме у Путина. Вы отозвали свою подпись. Ну, она же не была. Это сильная история для вас? Нет, абсолютно. Но человеку не дали жить нормально в Великобритании. Он собирался там жить, дальше работать и защищать себя. Но у него забрали, арестовали все деньги. Он сказал, хорошо, но дайте лечение, научение, чтобы были деньги на необходимые медикаменты, докторов, и чтобы дети продолжали учиться. И мы отказали. Они судились, пытались. Им всем отказали. Вот яркий пример, как человека, который в состоянии делать бизнес с деньгами, возможность загнали обратно к Путину. Вот так работают санкции. Абсолютно идиотские, дебильные. Вы можете еще раз сформулировать вашу позицию? В каком случае вы за снятие санкций, а в каком случае против? Есть люди, заработавшие деньги благодаря Путину, есть вопреки. Те, которые благодаря его ближний круг, они должны быть санкционированы. Все, кто зиганул, должны быть санкционированы. Безусловно. Все, кто поддерживает войну, являются частью военно-промышленного комплекса. Его поставщики, его сами военные, все чиновники России, все до единого. Они должны быть подсанкций. Если мы понимаем, что будущее правильное наступит при расколе элит, нужно способствовать расколу элит. Собрались, уехали, им не нужно мешать. Им не нужно помогать, но им не нужно мешать. Помогать нужно украинцам, потому что они уехали из-под бомб. Им нужно протягивать руку. Их нужно по возможности обеспечивать всем, по возможности бесплатно и долгое время помочь адаптироваться в новом мире. Русским помогать не нужно. Им нужно просто не мешать. Уехать из-под Путина. Правильно ли я понял? Чтобы у них была не возможность не Армения, Казахстан, Грузия и Эмираты, и Израиль, а была возможность Румыния, Болгария, Кипр, Великобритания, США. Там едут самые порядочные люди. Был в 20-е годы нансеновский паспорт специально для именно этих людей, которые образованные, самостоятельные и которые не хотели попасть в эту советскую мясорубку. Мы же не придумали ничего нового. Британцы под одну гребенку всех вообще постригли? Нет, хуже всего страны Балтии и Польши, дальше Европа. Британцев все-таки нет, но негласное правило, все равно ты, если у тебя русский паспорт, ты не откроешь счет. Правильно ли я понял, что если отменить... И кампанию, чтобы сделать раньше 3 дня, а теперь 70. Это есть следствие войны? Да, у них дополнительные проверки. Так как британцы больше всего в жизни боятся ответственности, вот они сидят, маструбируют на эти бумажки. Не знают, что с этим делать, чтобы какой-нибудь начальник посмотрел и им разрешил, чтобы их потом не наругали. Правильно я понял, что если отменить санкции в отношении таких, к примеру, людей, как Михаил Фридман, Петр Авен и другие, они что-то сделают полезное для Украины. Да, кроме них, они ролевые модели для очень многих. Все очень пристально смотрели, что с ними будет происходить. И если бы их отпустили и все сказали, нам дали зеленый свет, страшно подумать, сколько не десятков, а сотен миллиардов долларов общего, общих денег уехало бы маленькими компаниями, большими и суперкомпаниями. Ну, это просто страшно. Вот это был бы раскол элит. И вот тогда у Путина возник бы знак вопроса. А сейчас все к нему слепились вокруг него во время его шабаша. Вот он там хихикает. Ну что, думали, что там вас ждут, а тут хе-хе-хе-хе-хе-хе. Вот. Чего добились-то? Мы с вами в Киеве пару лет назад, когда встречались, у нас была с вами беседа. И я вам говорил о том, что вот есть близкий Путина бизнесмена Дерипаско, Усманов, Потанин, Абрамович. Какова должна быть их судьба в России будущего, в которой, возможно, будет какой-то другой президент. Ну, не обязательно Навальный, но другой. Вы сказали, что частную собственность пересматривать не надо. Эти люди должны отстегнуть, грубо говоря, там 10-15% бюджет и начинать с чистого листа с нуля. И они могут принести пользу. Вы по-прежнему продерживаетесь этой позиции? По 10-15%. Ну, там нужно провести, вероятно, они как часть коррупционной России, общей коррупционной семьи. В России у них были какие-то, наверное, взаимосвязи с Кремлем. Но, может быть, они должны быть что-то, а может, не должны. Нет, у этих людей просто компания будет строить в 30 раз дороже, как и должны строить в цивилизованном мире. Пересматривать частную собственность не нужно. Я против пересмотрения частной собственности, кроме тех лиц понятных, которые получали господряды, которые благодаря Путину поднялись, которые прилепились, получили специальные лицензии. Это все поднимаемо, их всех можно найти. Вы перечислили людей, которые состоялись до Путина. Ну, как раз по этому вопросу вы разошлись с Навальным, тогда еще, когда он был на свободе. Да, и сейчас с удовольствием разойдемся. Потому что, когда в 46-м, в 47-м из тюрем в Германии начали доставать промышленников, инженеров... Тех же Круппов? Тех же Круппов, да. Тех же Адидас и Пума, это братья Питер и Даслеры, которые шили обмагирование для немецкой армии фашистской. А второго как звали? Эдди, Питер Даслер, по-моему. Эдди, это что значит? Эдди Даслер, это Адидас. Так Эдди, что значит? Эдди, это имя. Аддольф. И эти два родных брата враждовали всю свою оставшуюся жизнь. Потому что один открыто служил немцам, другой застенчиво, скажем так. И один был интернирован в американских лагерях, и отсидел какой-то срок, но потом они все вернулись. Но это и Volkswagen, и Porsche, там было много. Как и Мацушито, пять лет не мог заниматься, потом восстанавливал свой Panasonic, свой Мацушито в Англии. И поэтому людей, у которых масштабное мышление страны, которые понимают, как создавать прибавочные стоимости, они на дороге не валяются. И они на виду. И как раздражают их вот эти белые красивые яхты. Ох, мы сейчас эту яхточку заберем. Ага, и все. И вот это социальное левое, большинство, оно в восторге. Отобрали яхту у Мельниченко. Какие молодцы. Вот больше не покатается на такой красивой своей. Вот. А как это приближает конец войны, объясните. А у Путина можно Шехерезаду забирать? Да, конечно. Роман Абрамович, вы много о нем говорили, что этот человек искренне хочет остановить войну и что-то пытался сделать. Нет, сомнений нет никаких. В чем его заслуги? Я думаю, что он во многом повлиял на то, что Путин не скатился в состоянии кровавого упыря раньше. Раньше? Да. Раньше это когда? До 24 февраля? Может быть, в 2008 с Грузией и так далее. Он всегда был за цивилизацию, за работу с Западом. Он очень прозападный человек, западно ориентированный ему. На Западе комфортно, он по этим правилам цивилизованного мира готов играть, их понимает и так далее. А насколько вы глубоко осведомлены в его дела, что касается войны мира? Очень глубоко, я поверхностно сужу. Абрамович, драматическая или трагическая фигура, учитывая, что сделал немало, чтобы Путин пришел к власти? Слава Богу. Своими союзниками и с вашей семьей? Слава Богу, не трагическая, потому что он выжил при том отравлении, когда он пытался мирные переговоры сделать, насколько я... Ну, наверное, там источнику я могу доверять. Нет, он не заинтересован абсолютно в войне. Он один из немногих, наверное, кого, может быть, Путин до сих пор хоть как-то может услышать, хотя на данный момент я и в этом не уверен. Мне кажется, Путин слушает только чекистов, своих генералов старых. Одно из последних выступлений Путина с дрожащим голосом он говорил, что это война, это возможность спасти Россию. Уже он забыл о деноцификации, о демилитаризации. Сейчас ему кажется, или он так имитирует, что это война за то, чтобы Россия сохранилась. Вот сейчас Евгений Пригожин выступил с инициативой, с идеей остановить сейчас войну, потому что цели достигнуты и дальше может привести к распаду России. Он подсказывает Кремлю safe strategy, да? Потому что они понимают, что через какое-то время нужно отдать, давайте так, нужно отдать должное феноменальной, конечно, команде Зеленского по двум аспектам. Здесь это то, как они смогли получить оружие, хоть и позже, но они его смогли получить, и то, как они работают в прессе с идеей контрнаступления. Еще никто не видел ни одного Брэдли, ни одного Леопарда, а памперсы уже устали менять. Идея контрнаступления уже повергла очень многих с той стороны, уже повергает в ужас. Хотя оно де-факто не произошло. И мне кажется, восходящая именно политическая звезда Пригожина, человека, который, в чьих словах, как и в словах Гиркина, правда больше, чем у Путина раз в десять, он предлагает сохранить лицо, пусть не в идеале, но сохранить и постараться заморозить линию на тех рубежах. Но Путин не остановится. Потому что? Потому что для него это, по сути, земля и ижица, да? Приобретение земли и наказание непокорных. Вот, это, мне кажется, две идеи этой войны, чтобы они не говорили. То есть ничего, кроме земельки, по большому счету, его вообще не интересует. Земельки, вы имеете в виду территории? Да, территории. Зачем она ему? Ну, она же там хорошая, полудородная, там тепло. Ну, он же абсолютно равнодушен человеческим жизням. Нет, жизни здесь вообще не причем. А зачем ему территории? У него свои много. Своей много, и подконтрольные, типа, в Абхазии или Приднестровье есть абсолютно две территории, у которых долгое время было единственной европейской части, с ВВП меньше тысячи на человека. Он меряет свой успех с землей, потому что тот пласт людей по изначальной культуре и образованию, вот из подворотни, они мерят величие страны, сколько он наберет земли. Вот, ему настолько скружила голову идея с Крымом, которые они бескровно, проведя профессиональную спецоперацию, прихватили, когда в Украине был полный политический раздрай, что ему до сих пор кажется, что вот-вот его сейчас в Киеве... Ему же казалось, что в Киеве будет с цветами встречать. Ему действительно так казалось? Вы действительно считаете, что сейчас остается его главная задача ухватить территорию и удержать, а не выжить? Потому что поражение в этой войне, для него поражение, потеря не только власти, но и жизни. То есть вы так не считаете? Мы можем говорить о поражении, но пока... Да, выстрелы на данный момент не один к 50, как было прошлым летом, и не один к 10, как было прошлой осенью, но все равно один к трем выстрелы. Все равно российская армия забирает какие-то там квадратные километры путем чудовищных просто жертв со стороны России, изрытые, непригодные ни для жизни, ни для чего квадратные километры. Ну, на данный момент, за последние 4 месяца, в общем, сальдо в плюс России. И он не остановится, пока оно будет в плюс. Без шансов. Он не остановится. Ну, то есть никакой пригожин, никакой... Если даже поплывет бюджет, его ничего не остановит. Он уничтожит всех людей от 16 до 60 мужского пола, а потом возьмется еще и за женский. И будет отправлять туда в топку, снимая старые танки, старые автоматы в масле, выкупая назад все, что они за взятки напродавали в Африку, в Индию, в Северную Корею, на Кубу. Будут это все скупать всеми правдами и неправдами. В Иран отдавать золото, оттуда ввести все, что угодно. И под конец, уже когда не останется ничего, из штанов не останется, будет размахивать бомбами ядерными. Он не остановится. Вы какой сами видите выход из этой ситуации? Если у вас будет сделать вид, что остановился, это значит, по Транссибу будут идти поезда один за другим, один за другим с новым вооружением. Какие чувства вызывает российский солдат, который из-за страха репрессий едет на фронт и там погибает? Он добровольно пришел, подписал контракт, либо его забрали. Это жесточайшая ключевая разница. Это вот прямо самое основное. Он пошел в клуб, ему дали повестку, отвезли в военкомат, подписали. И на передовую. Вот, и отправили на передовую. Или он отстоял очередь, уточнил, куда и что будет, собрался, и попухал с друзьями. И говорит, не волнуйся, Зинка, за машину, за телек и за все мы погасим за три месяца, и куплю тебе колечко и бриллиантовую брошь. Вот, кто он? Ну, вот, и вот, и там точно понятно, что есть кто-то между этими, но вот какого солдата? То есть у вас один вызывает сочувствие, того, которого призвали, вручили повестку и погнали на фронт? Да, это раб. А тот, который за холодильником и за ипотекой? Над смехаться над рабами может только рабовладелец в душе. Вот, это раб, и мне рабов жалко. Да, он может быть очень глупый и не очень смелый, но он туда не собирался идти, его туда погнали. Он не смог сказать нет, но из-за того, что мы делаем в жизни слабые поступки, но нас всех тогда нужно за это. Здесь уважаемых людей в мире не останется, если каждого за слабые поступки мы будем судить. Если это раб, мне его жалко, и мне хочется, чтобы он с легким ранением уехал, да, или сбежал и попросил, чтобы его не обменивали. Вот, а если он подписал контракт, он убийца, и все абсолютные, и у ЗСУ стопроцентные права, и ему там, попасть ему в голову снайпером, и до свидания. Очень важный вопрос. Сотни тысяч инвалидов и коллег с посттравматическим синдромом вернутся в Россию. Очень хороший вопрос. Что делать с ними? Еще важный вопрос будет звучать так. Если Запад даст слабину, и Путину это все оставят, то они во многих глазах герои. А вот если Россию выкинут отовсюду, то они будут проигравшие. И это будет просто в разы больше. С ними опасаться, переходить на другую сторону для обычных гражданских лиц, и стараться не иметь никаких дел, потому что это сжатая пружина, для которой человеческая жизнь больше и своя жизнь. она представляет иную ценность, далекую от наших гуманитарных уровней. Это страшная болезнь, это страшное наказание. И, понятно, ими толком никто заниматься не будет в России, потому что на них на всех насрать. Это будет просто страна ПТСР. Надо ли им оказывать социальную помощь, психологов, лечить? Безусловно. А кто будет оказывать такие шоу? И не пренебрегать ими. Безусловно, нужно. Несмотря на то, что они убивали людей в Украине. Абсолютно. И ехали, ездили за белой ладой в том числе. Ну, хорошо. Но войну проиграют. На его пути еще может быть несколько белых лад. То, что сейчас, да, им нужно оказывать психологическую помощь, в нормальной стране часть из них, психологическая помощь, будет оказываться в тюрьме. Или на принудительных работах. Я здесь, в этом вопросе, конечно, не гуманист. Вот. И инфраструктуру, на которую бы могли пойти эти деньги, которые спалили на войне, этим вот людям придется восстанавливать. Созидательный труд и работают с психологом в группах. Будут рисовать цветочки. Как возникла идея собирать деньги на медикаменты и другую социальную помощь в Украине? Ну, она возникла во время четырех или пяти подряд протестных митингах. Первый, кстати, был еще до вторжения, но, видимо, уже напряжение было такое. То есть мы были там 22-е, 23-е, 24-е. И где-то числа 27-го, наверное, февраля, как-то эта мысль просто естественно пришла. Мы сначала куда-то собирали деньги, потом нам не понравилось, как строились отчеты, что эти люди исчезали, пропадали. Потом мы отвезли первую машину 10 марта уже собранную, большую. А что конкретно? Ну, мы понимали, что, наверное, обычные вещи для жизни огромное количество людей может собрать. А что касается именно там дорогих лекарств, антибиотиков, кровоостанавливающих, это всегда нужно, это дорого, если это хорошего качества. Средства, которые помогают избежать боли во время операции, там где-то близко с линией соприкосновения с противниками. Да, соприкосновения. Дурацкое слово. Линии бойни. Где условия не очень, а нужно какие-то обеззараживающие вещи, которые не дают развиться заражению или которые останавливают, классно останавливают кровь, помогают спасти конечности. Ну, вот такое. То есть, эти медикаменты целенаправленно идут тем, кто попал в беду, ранен, присмот. Они идут госпиталем, включая киевские военные госпитали, идут по огромному количеству сел, частей и так далее местным фельдшерам и выездным бригадам скорой помощи, бригадам медиков, которые в составе полиции, в составе ЗСУ, в составе просто медики как подчиненные Министерству здравоохранения. В общем, дистрибуция достаточно широкая. Там в Украине занимается Тата Кеплер нашими и еще огромным количеством других поставок и в общем оно вот так на частных инициативах очень много спасено жизни и здоровья. Кто дает деньги на эту благотворительность? Очень разные люди, состоятельные жители Латвии, где не русский, где первый язык латышский, даже детям не всегда удобно говорить по-русски, а россияне уехавшие, которые понимают, какое зло Путин, люди из искусства, которые вообще занимались всю жизнь красивым, беженцы из Украины, которые наверное понимают, что если они не могут сейчас по разным причинам быть в окопе и на передовой, пытаются помогать опять-таки, чтобы не было потока в одни какие-то руки, распределить как можно его шире и как можно поболее компаниям и людям с высокой репутацией, потому что вторичный рынок гуманитарки в Киеве сейчас это полная катастрофа, можно что такое вторичный рынок гуманитарки? А вот кто-то кому-то поставил, оно есть все и это все есть в доступе, все те же самые рации, все медикаменты их всех можно найти и тебе прямо к отелю привезут, это дурной тон у них покупать, но де-факто это существует кому война, кому мать родна. С некоторых пор вы начали организовывать благотворительные ужины и входной билет 10 тысяч долларов. Здесь евро, а в Великобритании фунты. А как возникла эта идея и кто те люди и анонимны ли они или о них можно говорить? Те, кто дают деньги на благотворительный ужин и эти деньги я так понимаю идут туда же? Куда и все остальное? Абсолютно туда же. Конкретно когда мы делали с Никой Белосерковской, понятно, так как мы делали это вдвоем, часть денег шла на ее одесские благотворительные инициативы. Когда мы это делали в Великобритании, практически все пошло на фонд Витчуй и машину купили приличную и мы еще одну машину купили в одной из частей, которую мы давно поддерживаем. Так что нет, мы говорим, куда это идет. Мы с удовольствием, с огромной радостью вообще не берем денег в руки, выставляются счета от фондов, туда приземляются деньги, это билет к нам. То есть мы не организация, не фонд, у нас нет никакого счета, ну кроме если человек совсем не хочет никак себя показывать, у нас есть крипто-кошелек, но там комиссия возникает и черт ее знает, что с этой криптовалютой будет, поэтому при прочих равных мы. Эти люди, которые дают по 10 тысяч, вы рассказываете? Иногда по 100. А? Иногда по 100. Иногда по 100. Эмоционально. Эти люди, вы фамилии их называете, снимаете их на видео эти ужины для истории когда-нибудь? Мы снимаем на фото, если человек не против. Были пары, которые категорически даже для себя делают, потому что не закончены еще дела в Москве. Не допродано что-то в Москве, а люди хотят поучаствовать в правильном деле. Уже выехали, но просто боятся за каких-то родственников и за какие-то активы в России. Их можно понять. Еду вы готовите сами? Сами. Все, все покупаем сами. И за ваш счет уже еда? Это личная инициатива? Конечно. Мы это любим, умеем, как нам кажется. С каким настроением приходят люди на этот ужин, понимая, что средства пойдут беженцам? Это праздничная атмосфера? Или она такая? Всегда праздничная атмосфера. Мы гедонисты, мы не можем никакую атмосферу, кроме праздничной. Знаете, в «Унесенных ветром» была такая «Бэль Уотлинг». Все воюют, там все, а у них есть, они все время веселятся, а потом приносят деньги на большой госпиталь к раненым. И некоторые в ужасе, а те, кто понимает, те берут и довольны. Мы всегда, мы гедонисты, для нас грусть это смертельный грех. Мы из «Как пел Оксимирон, уходящий год ковыляет закат по колено в крови, наше дело вас развлекать пустяками во время войны». Мы «Бэль Уотлинг», мы делаем благое дело, но если и так очень много слез, страданий, грусти, оно безусловно по-другому нельзя воспринимать, но человек делает большое пожертвование, ему на душе становится лучше, спокойней и прочее, а это просто маленькая эмоциональная компенсация за пожертвование. Вы сказали, что те, кто хотят, вы их можете на фото снимать и снимаете, но вы не публикуете. Если кто-то скажет, что мне для моей кармы опубликуйте, мы безусловно опубликуем. у нас были такие люди, но они пока сказали, мы все опубликуем, когда мы все закончим. Это абсолютно очень индивидуально. Есть люди, которые говорят, только не на ЗСУ. Лекарства какие угодно покупаете, только не для военных. У меня есть барьер, что лечить людей я могу, а поддерживать армию Украины я не могу. Кстати, а почему? Наверняка многие хотели бы... У меня тоже такая мысль была до Бучи. Была такая мысль? У меня была такая мысль до Бучи. В утро кадров Бучи она испарилась за одну секунду. Почему? Я всегда знал, какая советская армия. Когда я убедился, что это не современная, не цивилизованная и не советская армия, толпа просто садистов, убийц, мародеров, никак не отличающихся от ментов, что они суть от сути просто реальные упыри, орки и кровожадные садисты, кровопийцы. Вот. Я вот первые кадры, когда были опубликованы, я в этот момент понял, что да хоть на Байрактар, все что угодно. просто у меня аудитория сложившаяся, она нежная, поэтому мы для себя приняли решение медицина и тактическая медицина. Я почему об этом заговорил, вспомнил историю с Нобелевской медалью Дмитрия Муратова. Он ее на аукционе продал за 103,5 миллиона долларов и деньги ушли детям через ЮНИСЕФ. И некоторым киевлянам или украинцам это не сильно понравилось. Дай денег на джавелины. Зачем ты даешь деньги на беженцев? Получи Нобелевскую премию и дай деньги на джавелинов. Simple like that. Это его Нобелевская премия. Он вправе распоряжаться ими абсолютно как угодно. Мы уже коснулись этого вопроса, но вот совсем недавно был принят еще один антинародный закон. Это ноу-хау электронной повестки, чтобы как можно больше людей могли призвать в армию, в том числе и на фронт, как говорят некоторые эксперты. Это подтверждение к тому, что всех от 16 до 60 отправят в топку, там мужчин не останется. Сумеет ли за счет этого так называемого ноу-хау Путин набрать еще сотни тысяч людей или чиновники тихо саботируют эту инициативу президента, как мы говорили раньше о коррупции? Смотрите, у них есть два варианта. Уехать по призыву или поехать и записаться, например, для москвича, если он согласен, что он будет на передовой, а не в терро-обороне. Это 350 тысяч людей, потому что добрый, справедливый и при котором очень похорошела Москва мэр Собянин по старой московской традиции доплачивает лужковские 50 тысяч рублей контракту. Вот, поэтому 350 тысяч рублей это большие деньги и у тебя выбор дождаться, когда тебя просто как скотину поведут туда или пойти самому как скотина. выбор небольшой, но он есть. Поэтому, как мы видели, около метро Третьяковской стоит в очередь запись на контракт военкомат. Они понимают, что они все едут воевать в Украину. Соберут, к сожалению. А могут ли появиться? Газ-то идет? Идет. Нефть продается, продается. Деньги есть на войну? Деньги на войну есть. Кэш, евро кэш или долларовый кэш вывести и получить сложно, наличный и понятно есть такой для компаний. Все компании, которые занимаются, если это не связано с двойной предназначением, и которые занимаются импортом, наверное, за год, за полтора должны будут все обанкротиться. Идеи чучхе во главе всего. Вас российский народ продолжает удивлять своей покорности? Или вы махнули рукой и пропади все пропадом? Российский народ я понимаю, как мне кажется. Мы были просто той самой компанией, куда попадал злобный, немытый, вороватый, никому не верящий подросток. Через полгода у него появлялись первые светлые одежды в жизни, через три года машина, достоинства, квалификация, социальная жизнь и смена класса из низшего среднего в средний, из низшего в низший средний и так далее. Мы видели, как это происходит. Мы делали это просто своими руками. Поэтому я абсолютно верю в то, что если будут правильные законы, правильная позиция руководства страны, а самое главное правильные законы, самое правильное право применения, то все чувствуют достоинства, чувство созидания, тяга к миру, она вся есть. Она молчит, ее не видно, не слышно ее сейчас высказывать, зачастую опасно, она немодная сейчас. Когда все в этой кровавой мясорубке из крови гноя и железного лязга военного с выпученными глазами, как у Хунва Ибинов, с сурапатриотизмом и маршами, строями песни, вот этого всего не видно и не слышно, оно из человека достается за несколько месяцев. Мы этому были свидетелями, когда рухнул Советский Союз, как из людей в абсолютной атмосфере недоверия, отсутствия какой-либо института репутации, мы смогли сделать хоть что-то, а хоть что-то над нашей империей солнца не заходило. 9 часовых поясов, 5000 магазинов, это не шутка, это большой организм, 30 тысяч человек, это больше, чем Сан-Марино, и эти люди становились другими на глазах, и они сейчас другие, они сейчас делают карьеры, они сейчас успешные, у них осталось достоинство и уверенность в себе, они знают, что при ударе палец опавица они могут вышибать искры. То есть получается, вы верите в российский народ? В народ да. Добрые дела вы верите? В народ абсолютно да, это государство враг российского народа номер один. Оно больше враг российского народа, чем украинского даже. Именно это государство. Способны ли на покаяние люди? Все же втайне верующие, все знают, что если ты в песочнице обидел Колю, у Коли пошла кровь, то ты должен подойти и извиниться. Чем вы это объясняете, когда миллионы людей поддерживают эту войну? Вы знаете, есть такой эксперимент «Ритм ноль», который сделала Марина Абрамович в 74-м году. она в кабинете на целый день принесла огромное количество очень разноплавных вещей, как цветочки, духи, пудру, какие-то конфетки, также нож, пистолет, лезвие, молотки и разрешила всем зашедшим с собой делать все, что абсолютно хочет. С ней сначала играли, развлекали, поднимали руки, пальцы, открывали ей рот, а потом разодрали одежду, раздели ее догола, начали резать, вложили в руку пистолет в рот и чуть ли не сказали выстрелить, и кураторы выставки испугались, забрали, то, что она бы выстрелила. И за шесть часов цивилизованнейшая, очень образованная публика другой не ходила на перформансы Марина Абрамович превратилась в абсолютных животных. С одной единственной, их отличало от людей за этой дверью одно единственное ограничение, это вседозволенность. Это независимо от нации и народа? Это независимо от нации и народов. радио тысячи сквозняков этих, тысячи холмов, яркое тому подтверждение. Они приоткрыли вот эту ящик Пандоры вседозволенности. Мы живем в обществе очень давно и у нас внутренних стабилизирующих, саморощенных каких-то рамок их не так много. Нам очень удобно в обществе дни это буйки мы на них не заплываем, это красный свет, мы на него не переходим. И мы это приняли так. А выходит приходит новый Гудвин и говорит кроме зеленого цвета никакой нет, можно переходить на красный свет и заплывать за буйки. Делайте все, что хотите, все, что хотите, все дозволено. Это по сути то, что сказали российской армии там. Это не братья, это не люди, это вообще даже не животные, это как для примитивных существ когда-то очень был давно смешно придуман ад и рай. Это представители ада, хотите быть в светлом будущем, уничтожайте их, потому что так нужно для будущего Германии. Этот конкретный еврейский ребенок, эта мать, они не виноваты, но просто для будущего он вырастет и через какое-то время он все равно своими ценностями разъест нашу целостную красивую Германию. Да, то, что мы делаем, мы должны их кормить лучше в Освенциме, мы пишем письма о том, что мы совершенно не согласны с тем, что люди живут в Тифе и от этого страдают и наши солдаты тоже. И мы должны... Да, у нас не поставили хороших печей, мы не можем сжигать столько, сколько мы можем, но до этого момента, и причем газ, который мы используем, здесь не 15 минут мучаются люди, как раньше, а всего 5. и мы быстро всех утилизируем, но мы для нашей будущей нации, для нашей чистоты просто должны это сделать, потому что... Но Путин не произносит эти речи. Ну и что, я вам просто перескажу. Для нас кантовский императив, то, что мы делаем, и это то, что мы бы хотели, чтобы сделали с нами, он на время войны не работает. вот он... вот мы... мы... мы должны просто очистить землю от евреев сейчас, чтобы всем жилось хорошо. Вот. И это по сути то, что было сказано в Буче о Бородянке и Ирпене. Правильно ли? Они не люди, но они захватили как бы землю, которая изначально наша. Вот посмотрите, здесь наши церкви, наши эти самые... вот отсюда есть пошла, наша София, как это... а они присягают Западу, они вообще нас не любят. Кто они вообще такие? Они нам не братья больше, марсиане нам больше не братья. Вот, это... да, простите, и эта власть российская, она самый большой враг, еще раз, российскому народу, а потом уже украинскому, потом уже всем остальным. И тогда у меня возникает вопрос, правильно ли я понял, что Путину удалось всю гниль, все низменные чувства вытащить из людей? Перевернуть просто этот тролль, который создал... И направить всю эту злую энергию на внешнего врага, которому назначили украинцев. Можно ли... Это тролль, у которого разбилось зеркало. Можно ли загнать этот гниль обратно и вытащить высокие чувства? Вот об этом я... Безусловно, конечно, да. С этими же людьми? Абсолютно. То есть вчера он был абсолютное зло, сегодня он хорош. Людей мы слышим только 25 процентов. Мы не слышим 75 процентов россиян, потому что они молчат. Мы их не слышим. Мы их не слышали в 89-м году, потому что в 89-м все голосовали за. Шли на выборы, все голосовали за. Но именно эти люди вышли в 90-м в количестве 300 тысяч долой Горбачева и советскую власть прямо на Красную площадь не пустили, прямо на Манежной площади. Именно эти люди, которые за год до этого голосовали, но когда понеслись цены, опустили магазины и тогда после 10 лет такой жесткой части холодной войны после Афганистана Запад лишил Россию выручки, 10 лет потребовалось, чтобы этого монстра уронить. Он был достаточно на самообеспечении. Россия нынешняя не самообеспечена, она не может существовать без западных технологий, а самое основное без западных денег. Она достаточно глубоко уже интегрирована. Спасибо за либертарианские реформы и Ельцину за это. И Путин этим очень классно воспользовался, очень здорово. Но де-факто 75% людей молчат, как они молчат приблизительно всегда. 25 лет человек был абсолютно бесправен при Иване Грозном через год после того, как Ивана Грозного не стали, за указ, который не помялся, ворвались в Кремль и заставили переписывать. Это все внутри есть и Путин и его окружение страшно боятся этого проявления. Поэтому Ивана Грозного Мурзе 25 лет, потому что он несломленный, свободный, самостоятельно мыслящий человек, который тащил Россию на запад. Вы как раз сказали о том, что это 5-7 человек, это штучные люди. Это штучные люди. Стоят ли за ними десятки миллионов? Десятки миллионов стоят за идеей, но идея должна быть произнесена из Кремля. И людям перестанет быть страшно, потому что в тоталитарной стороне, она уже с признаками тоталитаризма, людям страшно. Человек это животное, которое бережет себя, свою семью и не хочет этого всего лишиться за то, что оно что-то не то скажет. С другой стороны, когда ты смотришь, как вместо сына с Украины приехала белая лада, и эти родители радуются тому, что вот хоть... Это одни и единственные родители, абсолютная подстанова. Сколько этих лад? И лад это не производится. И шубы, это подстанова, и лады, это подстанова, это вот такая, что вот... Это абсолютно пропагандистский трюк. Абсолютно, конечно. Хорошо. Я понял из вашей длинной речи, что вы верите, что все-таки добро победить зло, в том числе и в российском человеке. Нет, я это не сказал. Я говорю, что если придет к власти прозападные, либеральные люди с высоким уровнем гуманизма, то то хорошее, что есть в людях, весь этот мир-у-мир позднего советского времени, он выйдет, просто выйдет из людей в секунду. И при этом в разных интервью, когда вас спрашивают, вернетесь ли вы когда-нибудь в Россию, вы говорите, нет, не вернусь. Потому что я не думаю, что это произойдет. А тогда к чему такая длинная речь? Я говорю о том, что это в людях есть, и мы были, например, наша команда, компания, была доказательством того, что это в людях есть. Оно есть. Ваш личный бизнес-опыт. Мой личный бизнес-опыт, он большой. Это серьезная выборка по стране. Да, и в то же время, когда вы рассказывали о своем бизнесе, и все знают, что у вас был конфликт с правоохранительными органами, и вы говорили, сколько ни плати российскому менеджеру, даже хорошую зарплату, все равно он будет красть. Нет, не так. Не так? Не так. Вы сформулировали тогда, уточните как. Не так. Большая высокая зарплата, это не означает гарант, что он не украден. Это так. Это так. Но сколько ни плати, зависит от того, зависит от человека. Очень много зависит от человека. То, что люди в российской среде идут заточены на воровство, к сожалению... Априори. Да, априори. И я как раз говорил, что мы видели вот этих людей, которые шли с одной целью, но потом видели, что можно достигнуть абсолютно благородным, пусть и тяжелым, трудом, но благородным способом, ничего ни у кого не украв, и этим воспользуюсь десятки тысяч человек, которые у нас работали. Когда не нужно прятать дорогую одежду, дорогой телефон, часы или машину за углом, потому что ты до хрена зарабатываешь. Ваш лондонский опыт о чем говорит? Если платить хорошую зарплату, укрозет или все-таки он знает, что такое хорошо, что такое плохо? Здесь работает институт репутации, здесь в целом люди... У нас есть люди, которые на небольшой зарплате работают достаточно долго, у них, кроме работы. Есть куча других интересов. По строительству карьеры не является чем-то важным, а свои интересы, хобби, книжки, путешествия, личная жизнь, оно важнее. Работа, чтобы просто была в холодильнике еда, и нет такой задачи. Вот это вот, как снегоуборочная машина, это скорее наши постсоветские больные люди. Последние несколько вопросов. Как вы относитесь к возможному распаду России, о чем предупреждает уже Евгений Пригожин? Распад России во благо или во зло? Я отношусь со скепсисом. Предположим, что сегодня расскажут, что всем все можно, и все делится на огромное количество частей. Я думаю, что уровень коррупции в конкретных, в огромном количестве из разделенных частей будет гораздо выше, уровень образования гораздо ниже. все настроят между друг с другом заборов, а через какое-то время почти сразу начнут друг с другом воевать. Междуусловно. У кого-то останется бомба, у кого-то не останется. Вот, безусловно. Мы, у нас несколько страниц таких в истории были. Страна разбиралась на фракталы, просто как пазл, потом так же собиралась. Вот, поэтому верю ли я сейчас? На данный момент нет, не очень верю, но гипотетически я понимаю, что Южные Республики, Исламские Республики, где ислам, доминирующая религия, могут быть какой-то особенной в федеративном статусе, либо отделиться. Это вполне себе... Ну, там и сейчас блок-посты между Астрахани и не знаю, с Саратовом ты можешь проехать без блок-постов, а между Магасом или Нальчиком не можешь. Евгений, спасибо вам за интересную беседу. Моим гостем был предприниматель и общественный деятель Евгений Чичваркин. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Евгений Чичваркин Корректор А.Егорова Евгений Чичваркин Корректор А.Егорова